Кадров не хватает, а количество больных увеличивается. На Колыме ежедневно выявляют около 50 зараженных COVID-19. Как медики справляются с такими объемами работы? Виктория Степанникова трудится младшей медицинской сестрой в областной больнице ГОД. Работала и в красной зоне. Рассказывает, что самая тяжелая – моральная часть. По словам девушки, не просто объяснять людям, что принимать лекарства и следовать рекомендациям врача необходимо, что только так человек пойдет на поправку. Кроме того, тяжело носить защитный костюм. В нем неудобно двигаться, а очки оставляют синяки на лице. Да и работать с людьми, которые болеют коронавирусом, опасно. Тем не менее, утверждает Виктория, ей этот труд приносит радость, ведь она помогает людям. Страх был изначально. То есть, да, я поехала туда, не знаю, куда я еду, что я буду делать. Был страх. Сейчас, как такового уже страха нет, потому что, ну, ты больше помогаешь людям. То есть, уже за себя ты боишься гораздо меньше. Я думаю, как и все медработники, которые идут на это. То все идут, осознавая то, что они будут делать. Вот. Единственный страх есть только за родных. По словам Виктории, если она почувствует хоть один симптом COVID-19, то сразу самоизолируется, чтобы не подвергать опасности близких. Во всех больницах Колымы ситуация непростая. В Магаданской областной детской больнице медицинских работников не хватает. Из-за пандемии приходится забирать сотрудников из одного отделения в другое. Однако, хоть и в усеченном режиме, все подразделения продолжают функционировать. На базе детского инфекционного стационара изначально открыли госпиталь для лечения коронавирусной инфекции на 50 мест. Однако, из-за непростой эпидемиологической обстановки увеличили еще на 20 коек. Заполняемость 90% рассказывают специалисты. Также врачи работают амбулаторно. На данный момент положительный результат на тест примерно у 200 детей. Несмотря на то, что переносят они болезнь легче, чем взрослые, их лечением медики активно занимаются. Хоть эпид-обстановка на Коломее непростая, врачи уверяют, поддаваться панике нельзя. В первую очередь не паниковать. Ну и, конечно же, не заниматься в этих ситуациях приемом антибиотиков. То есть антибиотики при ковид-ситуации назначаются только в случае присоединения вторичной инфекции. А присоединилась ли у вас вторичная инфекция или нет, это вам может сказать только доктор. По словам медиков, принимать антибиотики для профилактики не только бесполезно, но и опасно. Лекарства подрывают микрофлору и оказывают общетоксические действия. Эти препараты имеют не только показания, но и противопоказания. Эксперты утверждают – лучшее средство профилактики коронавирусной инфекции – ношение масок и перчаток, а также регулярное мытье рук.